Ну и адреса протокола IP версии 6. В чём недостаток данной темы? А в том, что реально данная тематика до конца не устоялась. Адрес у нас 128 битный. Адрес записывается с помощью блоков по 16 бит, то есть по 2 байта, соответственно, записывается в 16-ричной нотации и разделяется двоеточие. Что-то похожее на мак-адреса. Плюс у нас очень часто из-за структуры этих IP-адресов встречаются большие фрагменты из нулей. Мы эти фрагменты из нулей... Вот конкретные примеры сокращения. Мы склопываем эти нули до двойного двоеточия. То есть между двойным двоеточием мы знаем, находятся нули. Мы растягиваем адрес до 128 бит и получаем эти нули. Вот примеры адресов, которые мы склопываем для того, чтобы укоротить запись адреса. Ну, действительно, и так слишком длинные адреса, еще эти нули таскать. Естественно, это все делается в одном только месте. А то вы в двух местах нули сократите и будет непонятно. неоднозначность возникнет. Естественно, тут идет сеть и интерфейс, то есть хост. А тут не говорится хост. В IP версии 4 у нас формально один адрес привязывается на хост. Ну, реально-то мы можем там альясы задать, там еще дополнительные адреса. Ну, это не стандартное поведение, но похимичить так можем-то. А в IP версии 6 стандартно задана идеология, что у нас может быть на каждом интерфейсе, то есть адрес не просто к интерфейсу привязывается. Достаточно большое количество адресов IP версии 6, то есть не один адрес. То есть идеологически у нас несколько адресов. Ну, префикс у нас естественно длину задают. Все стандартно. Сколько единичек. Такая длина префикса. У нас исчезли браткастовые адреса. Естественно, столько адресов, столько хостов, а вы еще браткаст будете гнать на них всех. Это будет вообще очень грустная ситуация, поэтому у нас остались юникастовские адреса. То есть обычные адреса, когда пакет предназначен конкретному хосту. Малтикаст, то что в IP версии 4 мы уже рассказывали внедряют, внедряют, но не внедрируют никак. Тут заменяют бродкаст и так далее. Малтикаст уже стандартно на IP версии 6. И такой адрес anycast это произвольный адрес. у нас у нас задает один конкретный адрес ну за исключением случаев, скажем, когда у нас могут быть на интерфейсе агрегировано несколько адресов и в случае когда у нас точка-точка соединения и там никакого IP версии 6 адреса нету в случае IP версии 4 мы для таких соединений точка-точка целую сетку вырезали ну ладно мы там сетку скажем маленькую достаточно вырезали, но все равно приходилось достаточно сильно резать не нужно это точка-точка есть им IP адреса по большому счету и не нужны соответственно у нас есть несколько адресов одиночного интерфейса глобальный адрес ну это собственно вот адрес основной локальный local link локальные по сети варианты совместимый адрес и адрес точки доступа к сети вот это у нас Unicast адрес IP версии 6 глобальный префикс у него 001 этот адрес соответствует обычному IP версии 4 адресу тут вам он достаточно произвольный вид имеет есть зафиксированная структура IP адреса провайдера что вам нужно знать для нее это то что 64 бита пойдет на на вашу внутреннюю сеть то есть на раздачу вашим хостам а 48 бит пойдет собственно на вашу сеть то есть если вы получаете у провайдера адрес который потом можете использовать то у вас идет адрес с префиксом 48 16 бит вы на свои сети как угодно раскидываете а 64 бита это адрес конкретный одного компьютера интерфейса то есть получается что 128 бит из них половина уходит на адрес конкретного узла так что если вы получаете адрес с префиксом 64 то это адрес узла но никак не сети ну и дальше у нас собственно адрес поставщика услуг и так далее локальный адрес адрес локальной связи это типа API по адресу 0 конфиг адреса это когда вы включаете компьютеры и они не имеют предустановленной сети они не имеют DHCP чтобы получить сеть автоматом они себе включают по зероконфигу сеть 169 254 таким образом даже если вы никак не конфигурируете сеть в локальной сети вы включите у вас с помощью протокола обнаружения сервисов вы подцепите все сервисы в сети локальные принтеры еще что то и будете видеть все свои компьютеры ну и вот этого же типа у вас адрес локальной связи он цепляется автоматом на интерфейс то есть если у вас на IP версии 4 этот адрес или нормальный адрес или такой адрес то в IP версии 6 у вас оба адреса могут быть нацеплены на сети опять же у нас 64 бита слой 64 и первые 64 бита зафиксированы имеют вот такой вид локальные подсети это адреса для сетей не маршрутизируемых в интернете это в дополнение мы можем их подцепить за над их отправить пожалуйста опять 64 это интерфейс ваш компьютер и то что первые 64 бита это собственно адрес для локальной подсети ну первые 10 бит это префикс а дальше собственно 54 бита могут задать локальную подсеть тут вы сами можете порезать поставить пожалуйста если над хотя над все пытаются запретить в IP версии 6 а он все никак не запрещается но формально мы его не будем использовать это это вот такие внутренние сети ну 48 бит это внутренняя подсеть которую мы еще на подсети разбиваем это все так же фиксировано 48 бит на сеть из них поехали и слой 64 это у нас конкретный интерфейс то есть на все сети 16 бит уходит плюс разные фишки введены в IP версии 6 адреса совместимые с IP версии 4 в начале нули а потом IP версии 4 адреса используется используется 6.2.4 например в интерфейсе потом варианты так называемых сопоставленных адресов адреса 6.2.4 или специальные адреса для инкапсуляции IP версии 6 в IP версии 4 прогонки по интернету и потом в IP версии 6 достаточно удобно если у вас нормальный IP версии 4 адрес открытый IP версии 4 то вы вот такую инкапсуляцию можете сделать интерфейс мсап адреса это точка доступа к сервису и не каст адреса это адреса которые сразу дают группу интерфейсов ответить может любой интерфейс из данной группы кто ближе находится тот и ответит для чего они используются ну для чего то они должны использоваться на данный момент они идут например для того чтобы задавать фиксированная группа у нас фиксированные адреса для маршрутизаторов например в сети и вот это не каст это группа маршрутизаторов например и так далее вот так вот у нас структура Anycast выглядит Multicast у нас вместо интерфейса группа то есть мы подписываемся на группу ну плюс как в любом Multicast то есть не дублируются потоки то есть дублирование осуществляет уже сам маршрутизатор то есть может до маршрутизатора идти один поток а если к маршрутизатору подключены несколько клиентов группы то он каждому отправляет свой поток то есть дублирования до маршрутизатора нет ну экономит действительно трафик в сети фиксированные адреса у нас это плюс если в IP версии 4 у нас адреса фиксировались по договоренности это некое соглашение это в IP версии 6 адреса фиксируются по стандарту у нас для задаются Unicast адреса для вот эти стандартные адреса локального узла локальной связи у нас создаются адреса для маршрутизаторов то есть маршрутизаторы имеют фиксированный вид адреса в сети вот так вот задаются адреса маршрутизаторов и как мы уже говорили 64 бита у нас идут под номер интерфейса у нас есть несколько опять же рекомендаций по заданию этого номера интерфейса например мы можем кенерить случайным образом мы можем задавать его на основе MAC адреса мы можем его выдавать по DHCP как администратор решит мы вручную можем задать этот адрес ну и вот интересная структура это генерация 64 битов интерфейсного адреса IP версии 6 по MAC адресу берется MAC адрес из него сдается этот адрес то есть с нами MAC адрес можно идентифицировать интерфейсный адрес компьютера вот примерно вот так вот все это происходит тут подробно расписано в начале это было очень популярно для удобства работы сейчас более используют случайные набор чтобы случайно задавался адрес вопрос компьютера для из соображений безопасности чтобы он никак ни с чем не был связан ну и в конце вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы